всем здравствуйте всех приветствую мы продолжаем проходить dream fall chapters да прикольная игрушка конечно короче есть чем не сходить под финал скоро же финал уже третья книга началась и мы прошли пошли в твою вторую книгу до этого первую книгу дату по книгам все делятся так понимаю по главам вот поэтому если не смотрели посмотрите там ссылочка описании наполовить принципе да нас полно прохождение данной игры самого начала всего на только на это видео посадить уже самого начала прохождение потому что вам будет более понятно суть сама что происходит и почему типа что общество игра если вы не знаете если знаете будет понятно почему такие там да какие-то определенные события происходят или нет или не происходит да то есть вам будет более понятно почему так и какой выбор да там был сделан вот а сегодня мы продолжаем до проходить запису подряд подряд записываю подряд поэтому не видел ваш активности заранее спасибо вам огромное вот поэтому саша поудобнее надевайте блядик обязательно приготовиться по кушать при 1 пить эту кушать уже до приятного че пить и как пить воды обязательно давайте бляди да еще раз повторюсь саш поудобнее приятного просмотра мы собственно продолжаем на путешествие по данной игре о саре подросла подросла нужно оставлять его ждать хорошо она подросла слышь да иду иду ёпта здорово и дорогая можешь помочь батюк ты чё думал ты знаешь что я люблю твои прекрасные рисунки но я не люблю когда ты повсюду их оставляешь нож кран починил ста их собрать иду кран потом начинать делать домашнюю работу почему это называется домашней работой я же всегда дома что что почему это домашняя работа если я никуда не хожу думаю ее нужно называть просто работа хорошая миленькая милый ты права милая миленькая я хочу чтобы ты прибралась и потом сделала свою работу хорошо я пока не хочу прибираться но и не хочу чтобы я не хочу сейчас прибираться я занята мы же ребенок мы же ребенок пожалуйста у тебя уже было достаточно времени сага и мне нужна твоя помощь я не могу делать все сам я обещаю что сделаю это очень-очень скоро я просто хочу немного поиграть дорогая я очень устал я стараюсь как могу но ты совсем не облегчаешь мне работу спори со мной из-за каждой мелочи хорошо хорошо я сейчас же начну прибираться как только закончишь я помогу тебе с домашним с твоей работой ясо батю заставляет нас убираться вот понятно все папин приемник мы можем слушать любую музыку и зафира давай вы очень такое можно девочку грамм с девочку можем чуть-чуть так хитрее быть о для мне не нравится в подвале там холодно темно и странно пахнет откуда ты знаешь он я знаю откуда наверное там банки борьда и когда потом открывал подвал там да ну эти банки там с этими с огурцами помину помидорами до которые в оленях находится о засалены его ну то есть когда там ну в соленьях находится помидор огурцы на зиму да так делают это очень прикольно че вкусность про не сделать вот и может быть может быть оттуда знает он где ёпта то и рисунки его нам не собрать все свои рисунки где мне его на едино о зайчик обнимашка это мой друг иногда по ночам он говорит со мной смешным голосом чтобы его открыть мне нужен ключ интересно куда я тело ключ интересно мои блин но причем тут она опа туда вот где я оставила по первого раза его видел акачона мама очень красивая я плохо ее помню мне нравится мои туфельки они красивые чтобы его открыть мне нужен ключ интересно куда я тело да я прибираю батюк вниз не переживай а и стал чусь 7 наука чтобы здесь живут феи я украсила для них домик оси молодец молодец умница дожди я думаю опа опа почитаем а сюда нахуй рассчитана сразу же понимаешь 6 до остался еще ну вот рисунки мысли бать только не это было батюк ты чё батюк ты чё сказал что будем вот искали нет почитать новую книгу я хочу почитать новую книгу и то же самое спросить тебе чё не купить да но я как я не куплю что и аш дорога тишине что не взять уж и сладенько да возьми пожалуйста чоколадку мне хорошо я возьму и воды то есть еще мать в эти кутку что спросил зачем будем сказали он сказал нею не ну ладно мне не больно но папа расстраивается когда я так делаю девочка осуждаем ли не больно что нахуй я не знал я думал потушь скажет ну ладно я царевна а это мое царевство нормально так подожди дожди подожди она закрыта она всегда закрыта норма это не хочу это вообще не хочу дождя здесь может что-нибудь есть но с тобой еще осталось 5 до ты уже все сделал ты потом сможешь отдохнуть иди и собери свои рисунки понятно батюк тогда еще раз ты уже закончила нет тогда ладно ну ладно ну ладно хороший диалог так вот здесь я ничего не туда а папа дожди так 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 нет а мама очень красивая я плохо ее помню блин такой себе честно о я пою играю на гитаре хорош хорош комбозиций реально хорош так ты не могу дверь закрыть понятно так подожди вон там что за дверь что мне не нравится эта картина она все время меняется думаю она живая мама очень красивая я плохо ее помню это будет грустно конечно может мама была ведьма и с помощью нее летала побыла бы ты хоть денек на моем месте сага не выходи из дома сага ешь свой ужин почистить зубы бла-бла-бла-бла бла-бла бла нев TBQ опа не выходи из дома сага ешь свой ужин почисти зубы бла-бла-бла-бла-бла-бла интересно прикольно так хорошо тут нас ничего нет в эту дверь к мы не можем зайти с тобой значит он либо наверх либо там что еще в комнате здесь мы навряд ли что еще найдем уж здесь больше вроде как бы нету дожди я хочу почитать новую книгу понимаете опа сюда на читаем оба да значит все внизу ложкой трисунки наверху верху ни одного нету но нет это особенная дверь она ведет стену ну откроем видите стена то есть она ко мне она ко мне обращается рушит типа какую-то мама очень красивая это рушит рушит типа какую-то там стену во вселенной до игру типа такая тема видите стена ко мне обращается интересно обращается на такой качачка в кино когда рушит там 3 4 стена да там во вселенной обращается к вам персонаж ну как зритель слишком высоко не думаю что оставила его там должно быть сам туда залетел ну ладно добычка вопросе дорогая что такое там рисунок я не могу его достать хорошо показываю я помогу давай мысюк тусил читать газетку ну оп оп ну ёпта тип как он туда попал я не знаю поможешь мне его снять конечно иди сюда я подсажу давай тенись как можно выше чуточку выше достала достала скоро ты и сама сможешь дотянуться так высоко мама была высокой мама высокая выше меня она могла бы покажи мне твой рисунок прекрасная работа сага ты справляешься лучше чем я в твоем возрасте кто это это ворон кто такой ворон говорящая птица когда мама вернется сага ну ты сказал что мама высокая а не была высокой так когда мама вернется я не знаю вернется ли она вообще но она же где-то там думаю да хорошо если она там я найду ее и приведу домой обещаю спасибо за помощь с рисунком что ж пожалуйста не забудь завтра к нам придет гость кто я уже говорил дядя галат ах да но он же на самом деле мне не дядя может лучше сами сходим к кому-нибудь в гости ты уже знаешь ответ на этот вопрос сага это не честно я знаю и мне жаль но я хочу чтобы ты вела себя вежливо с дя с галатом хорошо хорошо ты уже закончила тогда ладно мне не нравится в подвале там холодно темно и странно пахнет что потемнёт где они могут быть я не знаю где-то они спрятаны прям очень очень хорошо здесь там нет но это не могу закрыть эту дверь понимаешь не могу у получается наверх этим у еще один верхний этаж там комната папы и ванная а еще чердак чердак страшный нет я не оставляла рисунки наверху нет я не оставляла рисунки наверху а где слежал один ну ладно я я модная леди я модная леди она закрыта она всегда закрыта хорошо после не рисунок где он может быть я думаю где то он прямо спрятан прям так что да ну мне кажется где то здесь вся мне кажется где то здесь У по-пу-пуууууууууууу наземное управление вызывает майора Тома что сейчас было но у меня вообще нет больше нет нет больше никаких предположений где можно опа вот я забыл я не могу это достать я не могу это достать отсюда я не могу это достать вот где был последний ты уже закончила нет тогда ладно как опа рисунками все скажу папе что закончила готова уже хорошая работа я помогу тебе с твоей с моей работой с твоей работой точно с твоей школьной работой почему бы тебе не отнести рисунки в свою комнату и не разложить я скоро приду хорошо а всю комнату и вот сюда где их развешивать но перу дать явно мало хорошенькая девушка разговаривает с белым драконом это начало истории я уже положила туда рисунок это конец история девушка покидает башню между мирами она не знает куда идти но с ней ворон с ней все будет хорошо значит это сюда и девушка встречает свою настоящую маму она создана из света и вся белая однажды девушка станет ее мамой подожди дай-ка я все сейчас девушка весна отправляется из своего большого города в другой город в другом мире где узнает про магию хорошенькая девушка разговаривает с белым драконом это начало истории девушка весна сражается со злой ведьмой ведьма служит чему-то гораздо гораздо более древнему чему-то что она называет яга человек на колесах показывает девушки как вернуться назад в ее большой город он скрывает свою тень внутри девушка заводит нового друга говорящую птица птица зовут ворон здесь девушка ищет четыре каменных осколка девушка которая хочет стать художником и которую назвали в честь весны живет одна в большом городе не думаю что это правильно а вот тогда ну вот сюда ворон значит девушка заводит нового друга говорящую птица птица зовут ворон человек на колесах показывает девушки как вернуться назад в ее большой город он скрывает свою тень внутри это конец история девушка покидает башню между мирами она не знает куда идти но с ней ворон с ней все будет хорошо девушка весна сражается со злой ведьмой ведьма служит чему-то гораздо гораздо более древнему чему то что она здесь девушка ищет четыре каменных осколка девушка весна отправляется из своего большого города в другой город в другом мире девушка встречает свою настоящую маму она создана из света и вся белая однажды девушка станет ее мамой ну давай первое перемещение сюда поставим потом девушка весна сражается со злой ведьмой ведьма служит чему-то гораздо гораздо более древнему чему то что она называет яга девушка девушка встречает свою настоящую маму она создана из света и вся белая не думаю что это правильно но ну это правильно это конец история девушка под девушка которая хочет стать художником и которую назвали в честь весны живет одна в большом городе и 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 да и и и и и И и все и дал то так может еще только я вам подписку и лаги за это я считаю это будет очень охуенным а сибора это сделал вот да так чего там у нас книга 3 а это был типа переход между что и он как-то портнулась на ваша стая махинации ебать как будто бы наш как будто он рассказывал про нашего главную героиня главную героиня рассказывала я замерзла и брать что с ним мне скучно и задница болит и пить хочется но я не жалуюсь это весело мне нравится пялиться на здание всю ночь пока кровь из глаз не пойдет тебе не кажется что на она странно себя ведет то есть она всегда была немного что с ним после возвращения в мире вообще-то после твоего прибытия с чего бы это ты не замечал ничего странного ну пожалуйста сосредоточься да на чем там сосредотачиваться мы уже неделю следим за этим зданием там ничегошеньки не происходит хотела бы я чтобы вместо меня здесь был лихо но он категорически против ходить с тобой на задание не могу поверить что он до сих пор огорчен тем что ты не убил того офицера лихо ведет себя как настоящий болван он расстроен из-за старого города да ну что мы могли сделать то есть ты пытал того парня мы получили информацию и решили уйти итак что у тебя еще происходит и что произошло с той женщиной анной разве вы не я не это было не очевидно рассказывать тебе было ошибкой ты можешь доверять мне я не выдаю секреты но только все моим подружкам конечно же когда мы вместе собираемся за вином и да шичуя у меня нет друзей ты же знаешь кроме вас ребят вы мои лучшие друзья это очень грустно теперь я в печали но она ничего я прану красивые волосы яркие веснушки славный хмурый вид из нее получилось бы отличная спутница мне это не нужно ладно значит если кто-нибудь вообще кто тебе меня не интересует женщины тебя не интересует разумеется я знала конечно это нормально совершенно нормально так ты тебе смотри что-то происходит а да кто-то выходит из дома зави подкрепляйте чешуни гача утром приходят вечером уходят как на настоящую работу что-то не похоже на настоящую работу ты слишком подозрителен должно быть а ты зашивающихся повсюду что вы задумали бип что во имя тени ты здесь делаешь ничего а точно у меня послание от ульвика он сказал чтобы вы срочно пришли в таверну я не знаю зачем но лицо ульвика было хмурое значит это наверное важно это всегда было важно отличная работа бит не заставим ульвика ждать я пойду первое мы привлечем меньше внимания если придем туда по отдельности это отсылка на засину чешуни ассина и не знаю чтобы пойти в петух понятно где мы общим был интересно вот к чему нам показали вот картинку рисунки спиральному блоку телепортнулась для как будто вы найти как будто бы она рассказывала про главную героиню как будто рассказал про главную героиню реально понятно интересно учатся интересно довольно сейчас интересно что же будет как влияет наше прошлое тип событий с 1 2 книги до на третью либо здесь работа так что тебя первая книга влияет на первую есть события из первых не влияет на вторую за 2 на третью то есть вот так или все или из этих двух не как повлияет на финал принципе я думал как на финал повлияет посмотрим как повлияет на финал видите джентльмены сидящего вон там не смотри простофиля баланс ты слишком многого не знаешь об уловках не так этот человек механика задний он пьет здесь почти каждую ночь но я кое-чего не знал пока ранее не услышал его разговор с другом о трубах похоже что сеть труб запущена и работает но с ней еще предстоит повозиться у этого нашего мужика с собой инструмент открывающий люки тех обслуживания если мы сможем заглянуть туда может нам удастся выяснить для чего они используют трубы гениально ульвик значит мы прикончим его и сбросил в бухту не в моем баре не посмеете если они обнаружат что мы взяли его инструменты полученная информация может оказаться бесполезной нет нам надо одолжить инструменты открыть одну из труб глянуть что там и вернуть инструменты прежде чем он заметит и это наверное то что ты собирался сказать когда тебя перебила прости если сделаете так чтобы он не заметил я не буду вас останавливать но если азади заподозрить что я сотрудничаю с сопротивлением этого не будет ульвик так что же нам делать кин остальные сейчас смотрят на меня как на лидера важно чтобы я принял решение ульвик обратил на это внимание будет справедливо подключить его к принятию решения разделимся и соберемся здесь позже лучше так как везде мы давай разделимся давать пустякового решения там наху блять наш рублять и удачу человек не будет сидеть здесь и пи 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 все блять обычно он не уходим пока суждаем где-то 3 его шутка жить его еще пару за счет заведения суждаем за вы можете жить вот тут подождаем блять встретимся здесь же позже вечером победитель проставляется нет нет это не очень мотивирует ладно не ногу и того тогда брут и убить и там и все блять и осуждаем осуждаем блять чтобы женщина такую шутку осуждаем блять ну блять бывает 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 так что нам нужно сделать чёрный сестра рабочего служащего друга да как набухать его чё блять ты уже что-нибудь нашел работаю над этим эну и лиха уже в поисках а ты нет принимайся уже за дело я не скажу нет вкусному кусочку батата там внизу ульвик бесподобно ульвик держит весь алкоголь бесподобно да ёпта уль эти трубы сделают нашу жизнь лучше серьезно и так же ну так будет лучше для всего человечества вы не представляете сколько надо сделать чтобы сеть труп нормально работала всего лишь проектирование хорошо проводит время к слову не заслуживай военных на гражданскую работу вот что я скажу тут требуется хорошие навыки они грубая сила вот смотри если зазор соединит дар свет что ты ой я думал ты из этих ну этих магических одной богине известно почему они еще в городе я думал их выслали всегда одного а проехали садись мужик я тебя угощу откуда сам тебя говор как будто за мои изменения мне нужно быть в другом месте ну как знаешь другой раз я мог бы вырубить его рукоятью своего клинка но не думаю что ульве что должен схватить его и убежать и бежать до тех пор пока город и все остальное не останется позади ты единственный кто еще не в поисках решения киен другим это вряд ли понравится я точно на улицу ну сбуду кто-то ряд ты 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 нихуя ну ладно так нам нужно то дальше спать и ствола магический рынок я думаю как мне кажется что сейчас будет да такое прямо и может быть мальчина поможет мальчик поможет нам и мы собственно и все здесь на удивление тихо обычно за этими столами первую до поздней ночи конечно сейчас холодные сыры сены было бы проще оставаться незамеченным будет здесь более людно но придется работать в тишине на столе осталось еда и нихуя ты что кто вообще кто 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 опу эти бумажные драконы незаконны стража арестовывает каждого кто с ними бегает но каждый день появляются новые здесь на удивление тихо и ну рассказывала что некоторые верят что венки могут защитить дом от яги костяной ты вешаешь венок на дверь показывая что ты сделал надлежащий козел ест листья козел засыпает интересно козел есть подождите я помню что кто-то говорил об этом некоторое время назад крот что это ты делаешь с этим козлом мне следует ревновать ревновать кому я не понимаю о чем ты говоришь где ты была этот месяц далеко очень далеко путешествовала и так этот козел что здесь происходит это дело повстанцев безусловно как ты справляешься ты теперь один из них я искупаю свои грехи точно но тебе это нравится мне не нравится сражаться против своих ну похоже ты в этом хорош ходит слух что сопротивлению оказывают поддержку а у людей появилась надежда раз ты с ними я стараюсь помочь я слышала ты выложился на все сто чтобы достать информацию из того мерзкого офицерюшки азаде я рада что он страдал может лучше было бы его убить но источник в башне может пригодиться и у тебя есть нужная информация твои люди вовремя покинули старый город пусть азаде и не встретили сопротивление по крайней мере то взрывное заклинание оторвало пару голов чего ты хочешь ничего ничего я увидела тебя долго не виделись хотел сказать привет мне не хватало этого односторонние разговоры угрюмость и подозрительность начинает им понемногу наслаждаться ладно козлы у нас зацепка по трубам это все объясняет тогда не буду мешать я вечером буду в петухе мне нужно поговорить с ульвиком может увидимся там может быть это мне в тебе и нравится киан ты так сильно любишь людей понятно папа погнали и вот непонятно что у них происходило до весь все это время ну типа все это время пока вот ну я думаю долго время да вот что у него много чего ну и борода трасса и волос отрасли вот и что у них происходило между ними вот этими двоим персонажами да между вот им и это ты рыжий ну и же тут идите по девушке да и которых капюшон все находит да что они с ними проходили прыгать я с ними происходило все это время это очень интересно расскажут ли нам этом я не знаю может расскажет может нет но было бы прикольно все расскажут так было бы очень теснее почему почему у них такие разговоры почему тип что вообще почему почему не такой тон друг другу не знаю почему так изговаривать друг другу мне понятно было бы чуть понятнее и яснее это вечерняя песня она срабатывает на козах она должна сработать и на сзади да и за счет заведения славная пена этот пахнет иначе золотовый сладкий почти как сахарный эль из южного азади вот этого револи прямо как дома такой вкус аж слезы до глаза наворачивают аж дыхание заход он спит как у беды вырубился от вечерней песни не возись там слишком долго если он проснется без своих инструментов будут вопросы а у меня не будет ответов так просто так просто что за бумажка было посмотрим смотри за бумажка пола ребят посмотрим это карта системы труп люки техобслуживания отмечены красным с ее помощью я смогу найти одну из панелей погнали я знаю где забежим туда вот здесь справа налево дует сильный ветер и что-то с собой приносит слишком быстро чтобы схватить я лишусь пальцев если попытаюсь это схватить оно твердое и она быстрая справа налево дует сильный ветер и что-то с собой приносит слишком быстро чтобы увидеть слишком быстро чтобы схватить неправда у м у у у у у у у у у я реально знает честно что делать и не ебу блять кому нужны яблоки трубу зажигает и сруб справа налево дует сильный ветер и что-то с собой приносит слишком быстро чтобы схватить ну я хотя бы что-то еще да то есть вечерняя песнь трава что погружает в беспробудный сон езду я рот ебал я реально не знаю даже здесь есть ничего не значит надо вернуться логично опа опа вернуться так ничего не добиться чтобы там не было она просто выскочила из трубы я лишусь пальцев если попытаюсь это схватить она твердая и она быстро нет мне нужно придумать что-то другое в кругах мастеров по металлу это называется плечо может быть туда да попробуем похоже на черепаху это черепаха и что это что это откуда прилетела сфера нужно проследить куда ведут эти трубы надеюсь к ответам справа налево дует сильный ветер и что-то с собой приносит слишком быстро чтобы увидеть слишком быстро чтобы схватить страшно очень слышит мне нужно пробраться в это здание сегодня ночью ты был здесь когда на днях у нас был тот ужасный беспорядок кажется нет одна из них как же они называются эти земляные ползуны крысы точно крысы одна из них попала в трубы хлоп засосала прямо в машину звучит не очень свет какое кровавое месиво буквально кишки кости шерсть кровь повсюду пришлось все отключить и это пришлось очищать нам инженеры ведь даже не притронутся говорят их руки слишком цены а наша получается нет такого солдатская доля мы делаем всю грязную работу такие дела ну полагаю они думают что убирать крысиные кишки важнее чем сторожить и защищать их инженеров полагаю что так подожди где-то была еда да помнишь тут это была еда собственно просто еда не брат милой и так мы снова встретились а сзади готовь свой клинок к битве баги уже на узнамажек ты должен быть в постели как и ты чем сейчас занят гоняешься за крысами я слишком занят чтобы говорить с мальчишкой и ему правда не стоит когда именно этим я и занимаюсь ты настолько голоден крыса на вкус как нечистоты поверь мне уж лучше съесть объедки со стола я не буду есть эту крысу она нужна мне для это связано с работой так и есть хорошо но не буду отвлекать тебя от твоих крыс так и будешь просто сидеть не каждую ночь выдается шанс понаблюдать как ты ловишь крысу справедливо это остатки сыра мясной нарезки ах бататы пару недель назад я и подумать не мог что когда-нибудь попробую бататы сейчас не могу именно я перспективный любитель бататов мнение ну можно не использовать же дожди можно крыса не спой можно что просто закинуть ты еду все ну не 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 подожди но есть другой вариант нет мне нужно придумать что-то другое эти вкусные штуки должно быть западных склонов первой горы кто бы знал что то что растет в земле может быть так божественно в 0 нет не как вы можете не хотеть бататов вам паразитом и правда нельзя надеяться на искупление ты не очень хорош в ловле они не приблизятся пока я здесь стою вот почти но не совсем это намного веселее чем кидаться в стражников галькой ты словил ее я правда не думал что у тебя получится я впечатлен ну это было весело что дальше дальше ты пойдешь домой перестанешь меня отвлекать или я расскажу другим уличным мальчишкам что у тебя блохи у меня нет дома ты это знаешь я сплю в подвале петуха и котенка хорошо это самое безопасное место в округе так что возвращайся назад свой подвал и не высовывайся если я снова тебя увижу лохи понял в любом случае я сонный вот почему я возвращаюсь не потому что ты мне сказал и не бросайся галькой в солдата сзади я не хотела ребят вы видели до этому можно просто идут и закинуть а тут игра заставляет осуждаюсь что осуждаю все это дело это просто пиздец что происходит свет только не снова а я не то что это был за звук такой хлюпающий звук как будто да вы издеваетесь только не снова тенью проклятые земляные ползуны полагаю убирать этот бардак должны мы тот чертов инженер не станет этим заниматься так что да это для нас свет ну давай приниматься за работу когда если не сейчас то что Субтитры делал DimaTorzok По звуку полая, она вся громыхает и выпускает пар Еще металлические машины, такие же, как и по всему городу Но эти выглядят иначе, крупнее современнее, блестят больше Еще больше тех металлических сфер Здесь с ними что-то делают, изменяют их Интересно, что произойдет, если я нажму на одну из этих кнопок? Ох, это так зловеще Интересно, что произойдет, если я нажму на одну из этих кнопок? Ох Интересно, что произойдет, если я нажму на одну из этих кнопок? Ох, это так зловеще Числа мигают, похоже на магию, но я уверен, что это наука Эта доска вся в вычислениях Я изучал основные принципы сложения, вычитания и умножения Однако числа на той панели напоминают мне Вас здесь быть не должно Это место только для инженеров Пожалуйста, уходите, иначе мне придется позвать стражников У меня громкий голос, когда я напуг... Один звук И ты будешь стоять на склонах первой горы, крича в небеса Богиня А, без проблем Я буду тих, как... Как... Вы из Азадира Я видел очертания вашего лица на вышивке Я очень хорошо запоминаю носы Вы апостол Апостол Алвана Вы знаменитость Был когда-то Теперь я просто Киан Твоя очередь Моя очередь... что? Твое имя Кто ты? Фердаус Я... Фердаус Главный инженер Я не знаю, что это значит Чем ты занимаешься? Вы разве не знаете? Я думал, вы должны были узнать еще тогда, когда вы были... Я руковожу командой, которая зашифровывает сферы С помощью которых машина... тикает Какая машина? Машина, которая... Ну, вы знаете, та самая машина Существует только одна машина Та, что окружает весь город Именно к ней ведут все трубы Разве они вам ничего не рассказывали? Когда вы... вы были... Ну, понимаете, пока не стали предателем Предположим, что я ничего не знаю Для чего эта машина? Машина высчитывает, поэтому ее и называют вычислительной машиной Большие числа, сложные уравнения Я... мы... моя команда Мы задаем машине указания, как и что вычислять Это называется кодирование Я ничего не понял Вам... вам нельзя здесь находиться Вы дезертир И... и здесь запретная зона Это как бы две причины, по которым вам нельзя здесь находиться Я, может, могу назвать и больше, если вам нужно У меня есть меч И я крупнее тебя Эти две причины засчитываются в вашу пользу Так и быть Так что же делает эта вычислительная машина? Какова ее цель? Я... я... правда не должен Точно Крупнее и меч Как я и сказал, она занимается вычислениями То есть, может, она гораздо больше Но построили ее именно для этого Это ее основное назначение Она складывает, вычитает, умножает числа, большие числа И еще она делает разное с этими числами Например, как... Вы когда-нибудь наблюдали за звездами в ночном небе? Я не просто человек с мечом Конечно И вы видели, как звезды двигаются по всему небу Используя вычислительную машину Мы сможем следить за этими звездами И прогнозировать, где они окажутся через год или век Или где они были век тому назад Зачем вы отслеживаете звезды? Ну, мы не отслеживаем звезды То есть, это просто пример Мы не совсем отслеживаем звезды То есть, конечно, мы могли бы, но... Мы отслеживаем сны Сны? Сны очень комплексные Для этого нам и нужна большая машина С множеством тикающих деталей Чтобы делать сложные вычисления и прогнозировать Хорошо Вернемся к тому, что я не просто человек с мечом Предположим? Дример? Что это не так и начнем сначала Да, ладно Те трубы, установленные по всему городу Они своего рода Трубы общения Соединяющие сотни мудрецов Специалистов в своей области Значит, это как университет Полагаю Да Да, это хорошее сравнение Целый город Наполненный исключительными умами С помощью сфер мудрецы обмениваются посланиями Как между собой, так и с нами Мы пишем послания и толкуем тех, что приходят в ответ Мы говорим каждому мудрецу, над чем поразмыслить Затем они думают и докладывают об этом нам Это позволяет нам составлять еще более сложные послания Пока в итоге у нас не получится нужный нам код Окончательное послание И его мы отправляем в башню Зачем? Потому что именно там находится самое умное устройство Центр Сити Труп Центр машины Ее сердце Ядро мета... Эээ... Ну... Вы понимаете Суть в том, что это самое научное и передовое задание Когда-либо выполнявшееся И над ним работаем мы Вы должны этим гордиться Зачем это делать? Ну, эээ... Я... Я... Не вполне уверен Потому что мы можем Потому что больше никто не может Потому что так сказал Пророк и снабдил нас нужными инструментами Так ты не знаешь, для чего это все? Я пишу инструкции Я... Эээ... Я лишь посредник Кто-то говорит мне, что им нужно И я указываю машине, как вычислить ответ Это моя работа Кто знает, для чего нужна машина? Эээ... Шестеро, наверное Пророк определенно Эмиссар Цсах, я думаю Эх... За такие знания мне не платят Тебе не... Меня наняли писать инструкции для машины И вычислять сферы А не задавать вопросы И не отвечать на ваш мир Вам правда нужно уходить, пока никто не пришел Или у нас обоих будут огромные проблемы Они обычно все время меня проверяют Эээ... Интересно, почему они еще не... Я до сих пор не понимаю Зачем все это строить здесь, в Меркурии? Почему не всадили? Из-за башни и того, что под ней Огромные вихри Эм... Мета-энергии Мета... Ты про магию? Магию? Магия! Конечно не про магию Это машина Противоположность магии Это кульминация всего К чему стремились в Азадире вот уже сотню лет Конец хаосу и неизвестности Конец предрассудкам и нелогичности Конец магии Когда машина заработает на полную и программа будет составлена Нам больше не нужны будут чародеи и колдовство Мы сможем делать все, что пожелаем С помощью науки Перекраивать реальность Переписывать законы космоса Избавимся от смерти и болезней Нищеты и войн Миром будут управлять ученые ради улучшения человечества А при чем тут сны? Машина работает на... На кирпичиках реальности Идеях Историях Снах Магия крайне вредна для этой системы Понимаешь, колдовство вызывает хаос Добавляет неточности и ошибки в наше вычисление Так... Поэтому всех магических... Перевозят? Им нельзя быть рядом, пока машина ведет подсчеты Но как только мы закончим... Ты правда веришь, что их перевозят? Эээ... Да! Да, да, конечно! То есть, нам так сказали Зачем бы они стали лгать? Все просто Машина несовместима с магией А мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал В Меркурии нет места магии Магическим будет лучше на их новой родине Их отсылают в тюремные лагеря Лагеря перевоспитания Эээ... Это так, да Но лишь временно Это первая остановка Потом их переправят на новую родину, где... Ты правда в это веришь? И как же магических там перевоспитают? Заставят забыть, что они магические? Нет, Вердаус Это неправда Их лишают свободы Убивают Их не обеспечат новой родиной Но нам сказали Сказали, что их... Нам пообещали, что они будут в порядке И счастливы И... Защити их свет Так вот почему мы ссылаем Из Меркурии всех магических Из-за машины? Я... Да Да Поэтому Я не знал Я не знал Там же есть дети? Есть Они соврали нам Чтобы запустить эту вычислительную машину, вам нужно избавиться от всех магических? Она уже запущена Я... Я не... Пока уровень магических помех не превышает допустимой величины Представь, что я очень маленький и очень глупый ребенок Эм... Нет Нет, им не нужно избавляться от всех магических Лишь от стольких, что нарушают наши вычисления Через пару дней мы закончим с инструктированием сети После этого они могут тянуть за рычаг, когда захотят Это последняя деталь машины Башня Которая начнет питаться с нами и формировать их Меняя мир к... К лучшему Да Я думаю, что официальная церемония состоится уже через пару дней На ней будут присутствовать эмиссар вместе с первой и пророком И... и... Пожалуйста, не убивай меня Я не собираюсь тебя убивать Но то, что ты здесь делаешь, не воля богини Фердаус Что-то происходит Кто-то... Я... У меня было предчувствие, что это ты Мир Богини, что вы здесь делаете, Хами? Где ваши люди? Прямо у входа Они вот-вот будут здесь Ты, как тебя зовут? Я угрожал ему Он не принимал в этом участие Фердаус Я... Фердаус Вы солгали Прошу прощения Вы обещали, что они будут в порядке Не представляю, о чем ты говоришь Иди, Фердаус Ты тут ни при чем Просто помни, что я тебе сказал Ты не выполняешь здесь волю богини Мне следовало понять, что захват старого города прошел слишком легко Это был отвлекающий маневр, чтобы отвлечь меня от расследования Командир Вамон и Эмиссар лгали мне о твоей смерти Почему? Потому что я для них опасен И это не единственное, о чем они лгали Эта машина... Ты предал нас Ты присоединился к врагу Чтобы остановить Сахью и Вамона А не сражаться со своим народом И не сражаться с вами Сестра Сахия Эмиссар Командир Вамон Твой вышестоящий начальник Они и есть твой народ Они предатели, мир Они предали нашу нацию Нашу веру и... Тебе следовало сначала прийти ко мне, апостол Тебе следовало прийти ко мне Вместо этого Ты опозорил меня Опозорил мать Утану Шестерых Богиню Свою нацию Когда мне сообщили, что кто-то вошел в дом У меня было предчувствие, что это ты Я пришел один по двум причинам Во-первых, как учтивость по отношению к матери Известие о том, что ты погиб в бесчестии Сражаясь с моей стражей Вновь разбило бы ей сердце Во-вторых Ты живое доказательство того, что Вамон мне солгал Я не могу раскрыть свое участие Вамону Но и тебя отпустить не могу Сейчас ты сдашься мне без борьбы И сегодня ночью тебя отправят в Садир Тайна Твою судьбу решит суд А пока я буду разбираться с этим беспорядком Ты будешь заперт под ложным именем Ни одна душа не будет знать, что ты жив Когда я буду готов противостоять командиру и эмиссару с их ложью Я открою правду, что ты выжил И ты будешь сотрудничать на каждом шагу Спросите Сахью и Вамона про лагеря Опа-опа Интересно Интересно Это мать, не мать Да Мать, это генерал Он хочет с вами поговорить Впусти его, дитя Хами Что-то случилось? Киан Он жив Ох, богиня Хвала богиня Откуда ты знаешь? Он вломился в машинный зал в сквере Свет Что он там делал? Разговаривал с одним из инженеров, Фердаусом, юношей из южной провинции Киан сказал Не имеет значения, он предатель Он вступил в сопротивление Но Как я и предполагал Мы были обмануты Вамоном и Эмиссаром С какой целью? Этого я не знаю Пока что И пока мы не узнаем, нельзя оказывать им сопротивление, мать Согласна Мы не знаем, какова их власть в башне Если они узнают, что мы знаем Что с Кианом? Он был Каким он выглядел? Сильным Другим Но сильным У него должны быть причины так поступать, Хами Киан никогда бы не предал Азадир и свою веру Возможно, но этим он и занимается Я предложил ему благородное решение Сдаться и встретить праведный суд Но он сбежал, подобно трусу, когда инженер напал на меня Напал? Я его не виню Киан затуманил его разум беспочвенной ложью Мои люди поместили его в безопасное место Вне досягаемости Вамона Туда, где он никому не сможет рассказать, что видел и слышал Это должно остаться между нами Иначе мы рискуем встревожить командира и эмиссара Сахью Как бы сильно я не желал выследить Киана лично и предать его мечу Мы должны быть терпеливы Давай доверим богине Хами Осветить наш путь И привести нас к правде Я очень на нее надеюсь Ясно Интересно Да, поговорим, заканчиваем с тобой Наверное, серый очень длинный серый получался Киан, ты вернулся, Бипа Они схватили его Схватили Да Свет Ты уверена, что это Бип? Я знал, что так будет Нельзя терять времени Нужно добраться до него прежде Воздушный корабль только что снялся с якоря И уже направляется в Киен Слишком поздно Значит, мы пойдем И бросить здесь твою миссию Ради жизни одного ребенка Он не стоит усилий Потому что он магический Ты такой злой человек Ты действительно хочешь, чтобы Киан рисковал жизнью ради спасения Одного мальчишки Я так и думала Вот что происходит, когда мы позволяем преступникам азади жить Ой, хватит! Все произошло не так, и ты это знаешь Они ссылают прочь всех магических Я знаю почему И знаю, для чего нужны трубы Что? Правда? Ты серьезно? Объясню позже Сейчас нам нужно спасти мальчика Но за ним ты не отправишься Это решать не тебе, Анна Можем ли мы позволить тебе терять больше людей? Мы уже стольких потеряли А у Анны хватает хлопот с ранеными Скоро у нас никого не останется, чтобы сражаться Мне нужно это обдумать Я не могу просто бросить мальчика, но... Нам нельзя здесь оставаться Меня разыскивают азади Генерал знает, что я жив Хамми? Как это произошло? Ты к нему обращался? Пытаешься подлизаться к бывшим господам? Подлизаться? И как бы я, по-твоему, не пытаюсь я ничего подлиз... Прекратите вы оба! Вы очень раздражаете и шумите! Давайте уходить, пока у Львика не появились проблемы за укрытие беглецов Шепард хочет внести свое слово в обсуждение Это еще не конец, Анна Ставьте лайк! Правильно, тебе не сложно, неприятно! Спасибо ранее, что это делает! Ваша огромная поддержка мне! Я очень ценю! Правильно, правда, спасибо! Спасибо еще раз за просмотр! Увидимся в следующих сериях Давайте!